здравствуйте друзья меня зовут михаил в этом уроке мы продолжаем изучать программе photoshop инструменты группы терка в прошлом уроке мы разобрали два инструмента это ластик фоновый ластик в этом уроке мы изучаем волшебный ластик и также повторим предыдущих два инструмента которые мы использовали чтобы повторить я буду это использовать на вот этой фотографии которой вы видите то есть мы имеем вот такую картинку и удалим с нее фон сделаем ее такой прошлом уроке что-то подобное мы делали с вот этой картинкой где использовали два инструмента это ластик и фоновый ластик мы разобрали большинство настроек этих инструментов это было в прошлом уроке повторите этот урок если вы не помните как мы это делали я использовал также вот эту фотографию также махала из индийского города агро и вот эту фотографию сейчас давайте мы закрепим полученные знаниям то есть будем также использовать предыдущие инструменты и добавим к нему волшебный ластик я буду показывать сейчас больше на вот этой фотографии откройте и и она у нас выглядит начальной стадии вот таким образом давайте выберем инструмент фоновый ластик у него у меня настроены соответствующие параметры диаметр кисточки я выбрал 100 пикселей жесткость среднюю интервал 25 выставьте такие же параметры я беру не первый режим а вот второй режим он больше подходит это мы говорили в прошлом уроке об отличие этих режимов также давайте здесь выберем все пиксели вначале нам это больше подойдет а чтобы стирались все пиксели которые попадают в область действия инструмента допуск я выставлю давайте здесь выставим небольшой допуск 20 процентов и поставлю галочку основной цвет чтобы мы могли исключить определенные цвета из забора этим инструментом далее при выборе инструмента фоновый ластик мы давайте скопируем цвет который не будет учитываться я давайте это увеличиваем наводим вот именно в это место перекрестие у нас находится на том цвете который нам нужен нажмем alt жмем левую клавишу появляется цветка запоминаем фотошопом этот кусочек цвета у нас определяется вот здесь слева в инструментах а теперь я навожу вот в это место щелку и провожу по краю не заходя внутрь этой картинки чтоб не удалить лишние цвета и те которые нам нужны проходимся один раз потом проходимся обратно же второй раз по этому месту что почистить больше цветов которые являются у нас фоновые то же самое делаем с другой стороны проходимся здесь по краю и именно по краю волос не заходя внутрь самих волос чтоб не удалить чего-то лишнего щелкаем здесь берем обычный ластик непрозрачность я выставлю тесто он увеличу диаметр до 200 стюро вот таким образом часть фона далее давайте выберем самого инструмент фоновый ластик я увеличу и проработаем волосы более детально собираем здесь таким образом темную часть я делаю это ниже здесь а давайте я уменьшу диаметр до 50 и пройдемся по краю уже вот в этом месте также проходимся в других местах где необходимо это сделать удаляя зеленый как бы оттенок из волос получаем что-то подобное в палитре слоев мы далее создадим еще один слой положим его снизу я жму alt backspace чтоб залить его черным цветом так лучше заметно то что нужно здесь еще подправить берем обычную терку ластик и на слое с изображением можно пройтись почистить там где что-то было упущено диаметр я возьму 50 если вы планируете оставить эту картинку на темном либо на черном фоне то на самом деле этого более-менее достаточно кое-где можно было конечно еще почистить зеленый оттенок волосах но если у вас это будет на светлом фоне то здесь придется пройтись по краю еще чтобы ослабить этот зеленый оттенок потому что на белом фоне он будет более заметен чем на темном фоне в данном случае здесь можно было пройтись обычным ластиком таким образом что убрать этот зеленый контур зеленый оттенок по всей картинке по периметру нашего объекта тогда и на светлом фоне это будет выглядеть хорошо попробуйте сделать что-то подобное а теперь давайте дальше коснемся следующим инструмент это волшебный ластик для этого чтобы проверить как это работает давайте перейдем на вот эту фотографию также махала и при выборе инструмента волшебный ластик мы видим следующие настройки сверху это допуск то есть чувствительность чем больше число тем больше цвета будет тираться за раз максимальное значение здесь у нас 255 минимальное значение это у нас ну давайте здесь установим значение 50 дальше у нас идет параметр сглаживание давайте мы его оставим он будет у нас сглаживать на краях наше выделение далее у нас идет флажок смежные пиксели давайте мы его пока уберем сейчас мы его рассмотрим и здесь важно чтобы у вас непрозрачность было как у меня на сто процентов и если еще щелкнуть инструментом вот в этой области то видим вычитание голубого цвета фона из самой картинки это происходит видите в окнах и на самом деле на самой картинке на самом здании это также происходит что не есть хорошо меняем это теперь включаем флажок смежные пиксели и щелкаем обратно же в этой области то уже происходит это более корректно то есть на самом здании этот цвет уже не вычитается а потом отдельно мы можем доработать в окнах какие-то моменты которые нам нужно то вычесть давайте это еще раз попробуем на вот этой фотографии у нас стоит галочка смежные пиксели и это позволяет нам как вы поняли вычитать отдельно цвет не влияем на соседний цвет который находится на фотографии обратно снимаем эту галочку отменяем и щелкаем обратно в окне и по всему документу происходит уже с ранее фонового цвета попробуйте это проделать с этими фотографиями на сложных фотографиях подобных этот инструмент малоприменим волшебный ластик здесь больше подойдет два инструмента которые мы рассматривали это пластик и фоновый ластик то есть наш инструмент пластик хорош на картинках где у нас много каких-то однородных чистых цветов как вот здесь вот например здесь за одно движение за один щелчок убирает весь фон и происходит это более-менее качественно проделайте соответствующее действие если будут вопросы по этому уроку задавайте спасибо за внимание что вас в следующем уроке а